Тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один. Ух ты ж, да их тут уже больше. Слава, Слава, Слава! Слава! Что? Вот они, вот. Слава, возьми, замочи. А что это за лекарственные пилюли? Вот видишь, я хочу зайчика. Вот этого? Да. И что нужно сделать? Берешь эти пилюли и бросаешь в воду. Нет, как чипсы черные заказывать в интернете ты можешь, а пилюли замочить меня просишь. Я думаю, у тебя лучше получится. И что, из пилюль появятся животные? Ага. Хорошо, пойдем сделаем. Заливать буду в стаканчиках. Теперь нужно вытащить из упаковки. Оп, да, что только не придумают. Закидываю по три штуки в каждый стакан. Три в этот. В этот. Последние три и заливаю водой. Ага, реакции пока никакой. Ребята, напишите, у вас были такие пилюли с животными? Я первый раз такие вижу. Пилюли залил. Вижу, залил. Теперь нужно подождать. И сколько ждать? Пока не появятся животные. Надо было залить теплой водой, тогда появятся быстрее. Хм, так ты мне ничего не говорил. Да ладно, и так сойдет. Хорошо, тогда ждем. Ребята, давайте посмотрим какие животные у нас появились. Ух, красота. Ой, зайчик, зайчик. Только он почему-то красный, а на упаковке нарисован зеленый. Ну и ладно. Давай посмотрим остальных животных. Ага. И так достаю первое животное. О, они поролоновые, как губка для мытья посуды. Выжму воду, чтобы не капало. Кто это кто это? Сейчас узнаем. А это у нас? Конь. Или кобыла. Хе-хе. И кто это у нас желтый? Овечка. Бее. Ага. Или барашек. А синий кто? Синий у нас похож на индюка, Харитоша. Да, это точно индюк. Или индюшка. Продолжаем. Кто следующий? И кто это у нас желтый? Акула. Это точно, желтая акула. Хе-хе. А зеленый у нас? Козлик. Хе-хе. Бее. Да, ты прав. Или коза. И красный у нас? Хе, снова козлик. Нет, красная коза, а зеленый козел. Хорошо, пусть будет так. В третьем стакане это у нас? Коровка. Му. Да, коровка, точно. Не бычок. Следующее животное это? О, свинья. Или кабан. Да, может быть кабанчик. И осталось третье животное. А это бычок. Коровий друг. Хе-хе. И остался последний стаканчик. И это? Утка. Или утак. Хе-хе. Какой утак? Селезень? Селезень как селезень. А синий это? Гусь с длинной шеей. Ага. Или гуска. Хе-хе. Сам ты гуска, гусыня. Я не ты гуска, я заяц. Хе-хе. И остался у нас последний. Зайчик, зайчик. Ага. Вот тебе и зайчик. Хе-хе. Держи. Ой какой тощий. Теперь его надо срочно покормить. Мне нужна, ой, ему нужна еда, конфета. Харитоша, а разве такие зайцы едят конфеты? Едят? Еще как едят, ты просто не знаешь. Тогда подожди. Вот ему конфета. Хе-хе. Классная. Харитон, ты зайца забыл? Я сразу все не унесу. Ха, все понятно. Хе-хе. Где мой зайчик? Пойдем. Тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один. Ух ты ж, да их тут уже больше. Слава, Слава, Слава. Слава. Что? Я посчитал муравьев, их там больше тридцати пяти. Пора открывать вторую половинку фермы. Да? Да. Пойдем посмотрим. Ага, и сколько уже их тут? Вот, их стало больше чем тридцать пять. Им наверное уже тесно на этой территории. Вижу. Тогда давай сейчас подготовим формикарий и откроем вторую половину. Ура! Пойдем. Аккуратно ставлю, чтобы не тревожить. Ребята, всем привет! Привет! Прошел практически месяц после того, как мы купили муравьев и заселили их в ферму. Кто не смотрел видео про это, обязательно посмотрите. Мы несколько раз делали у них уборку, кормили мучными червями, подливали воду и периодически их пересчитывали, чтобы когда их станет больше тридцати пяти, открыть вторую половину фермы. Да, и вот сегодня мы решили увеличить пространство для них, открыв вторую половину фермы. Харитоша, смотри сколько личинок отложила матка. Из них появятся скоро новые муравьи и им точно станет тесно. Да, надо срочно открыть вторую половину, а личинок у них и правда очень много. А почему личинки лежат на влажном гипсе? Может быть для того, чтобы они не высохли? Ребята, напишите если знаете, может уже откроем? Открывай! Нет, давай сначала увлажним гипс. Точно, я за водой. Так, это нам все пригодится. Ух, несу. Вот, молодец Харитоша. Кипяченый набрал? Конечно, как по инструкции. Ага, набираю немного воды в пипетку. Вот так, столько хватит. И через отверстие увлажняю гипс, он должен стать серым. Этого мало. При необходимости добавлю еще. Харитоша, отнеси пожалуйста. Пока гипс увлажняется, наведу порядок формикарии. Поправлю камушки. Поставлю лесенку, божью коровку, чтобы все было красиво и аккуратно. Пришла очередь насыпать немного корма. Вот, думаю будет достаточно. Слава, а давай им мучного червя положим. О, давай червя дадим. Пожирнее возьми, пусть лакомится. Сейчас выберу, такого хватит? Думаю в самый раз, клади в центр. Вот, пусть кушают. Сейчас прибегут. О, один уже пришел, скоро остальные подтянутся. Закрыть, чтобы не разбежались. Закрой, закрой, а то в ухо заползут. Не залезут, не переживай. Ладно, открываю заглушку. Ох, сейчас набегут. Вот, сейчас и посмотрим. Все, бегите, проход открыт. Смотри, смотри, муравьи-разведчики уже пошли исследовать новую территорию. Ой, как интересно. Смелее, ребята. Ага, давай понаблюдаем. Да, интересное зрелище. Так, Харитошка, муравьям мы корма дали. Э, подожди, они же любят сладкое, дай им конфету. А, а у меня уже нет конфет. Последнюю ты скормил своему зайцу. Э, э, ну ладно, пусть червя едят. Ха-ха. Итак, ребята, мы открыли вторую часть фермы. Теперь остается подождать какое-то время и потом посмотрим, как они обустроят новое место. А если вам понравилось видео с муравьями, поставьте лайк, чтобы мы знали с Харитоном, что вам такие видео нравятся и снимали их жизнь дальше. И подпишитесь на канал про хомячков, ссылка на него в описании. И подписаться не забудьте. Пока. Пока. Пока.